Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжается бизнес-канал на Финам-ФМ. Время сухого остатка. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. Ну и учитывая, что сегодня пятницу, программа у нас достаточно живая и веселая, то что мы подводим итоги недели, финансовые итоги недели, тема сегодняшнего эфира. Представляю моих гостей. Сегодня в студии Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инсульной компании «Русинвест». Добрый вечер, Дима. Добрый вечер. И Александр Розуваев, директор аналитического департамента «Альпари». Добрый вечер, Саша. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, вновь для вас напоминалочка. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495. Это для того, чтобы звонить. Далее, финам.фм. Это для того, чтобы писать. Звоните, пишите, задавайте вопросы, спрашивайте, делитесь собственными людьми, что же происходит на финансовых рынках. Это становится все более и более интересным, учитывая сегодняшние даже события. Давайте я о них два слова скажу. Итак, 18.04 в Москве, картина маслом. На это время РТС перебрался в положительную территорию, прибавляет чуть больше 0,6%. Ладно. 1632 его текущая котировка. ММВБ также выше ватерлинии всего лишь на 1%, пардон, на 0,1%, правда. 1548 его текущий курс. Ну и понятно, с чем эта разница обусловлена. Рубль продолжает укрепление. К этому мы вернемся. Значит, что происходит в Европе? Ну, как минимум, FTSE 100 также положительной территории. По 0,7% он прибавляет. Nikkei 225 сегодня закрылся. Также в зеленом цвете 0,4% в плюсе. Вчера небольшой, так сказать, небольшой откат, да, показали индикатор американского рынка. 0,3% снижения Dow Jones и 0,2% S&P 500. А фьючерс растет. 0,7% прибавляет в моменте. И, соответственно, через полчаса мы посмотрим, что делается на споте в Америке, как они реагируют на сегодняшнюю статистику. Я так понимаю, что движуха пошла, да, совсем недавно, потому что буквально полчаса назад мы с вами наблюдали статистику по рынку труда, ожидая долгожданную статистику по рынку труда. Кстати, сможем, да, Саша смотрел? Нет, что там вышло, нет, Дима? Я не успел посмотреть. Не успел, ну ладно, бокс. Дальше, сырьевые рынки Forex. Барабанная дробь. Brent забралась выше 115. 115.39. Текущая котировка за бочку. 0,7% она прибавляет. Золото в диапазоне 1673. 1373 по-прежнему торгуется за унцию. Ну и евро-доллар сегодня мама родная. Приближается вплотную 37-й фигуре. 1,3653. Его текущая котировка. Доллар-иена продолжает штурмовать высоты. Выше 92-х уже забралась валютная пара. Вот такая вот история с географией. Ну и основной набор голубых фишек сегодня разнонаправлен. Хотя можно сказать о. Автовазе больше процентов. Уралкалий больше 2,5%. И Ростелеком. Да, все. Ростелеком решил все-таки подрасти. Чуть больше процента он прибавляет. Остальные все в красном. И лидер падения. Один из лидеров падения Роснефть. Если говорить о фишках. Почти 2% он сегодня теряет. В общем, действительно. Пока оснований для покупок этой бумаги, видимо, инвестор не видит. Все. Ну, в том плане, что все. Картина маслом нарисована. Давайте разговаривать. Итак, финансовые итоги недели. Дима, давай с тебя начнем. Как, на твой взгляд, чем отличилась эта неделя? Хотя, отличий было достаточно, да? Событий было достаточно. Вот. На что сделать акцент? Ну и, соответственно, логика. Логика есть в том, что происходит на рынках? Или нету ее? Ну, последняя неделя января, можно назвать, в общем, такой традиционной для январей последних лет. То есть, она не выделяется ничем, да? Да, мы видим достаточно хороший рост на фондовом рынке. И статистика ИПФР, которая вышла вчера, говорит о том, что максимальный рост входа в фонды, инвестирующие в Россию с февраля прошлого года, в общем, подтверждает то, что первый квартал становится одним из самых сильных периодов. И в этот период покупки российских акций наиболее сильные. И, в принципе, мы видели по вчерашним оборотам рекордные по фишкам, которые в индексе ММВБ представлены более 40 миллиардов на ММВБ. Оборот составил, что также говорит о том, что, в общем-то, спрос восстанавливается. А сколько он будет продолжительным, сказать сейчас сложно, но мы видим, что вот такой капитал, который мигрирует из одних активов в другие, такой спекулятивный капитал, он, в общем-то, сейчас обратил внимание на Россию. И, собственно, на это мы подрастаем. Есть отдельные истории, уже начинают... К отдельным историям мы вернемся, я тебя перебью. Значит, смотрите, я по поводу статистики, которая вышла недавно. Уровень безработицы ожидался, 7,8% вышел, 7,9% хуже от ожиданий. Занятость в несельскохозяйственном секторе, значит, ну, я читаю с финамовского сайта, здесь у нас есть предыдущее значение 155 тысяч новых рабочих мест. Ожидаемость 160, занятость вышла в районе 157 тысяч. Ну, в принципе, достаточно нейтральная цифра такая, да? Вот, что еще тут интересно, ну, все остальное более. Вот такая статистика, Саш, как ты думаешь, она могла бы влиять как-то сейчас на... Ну, с моей точки зрения, все-таки такая статистика, она влияет достаточно краткосрочно на колебания. У меня уже несколько месяцев ощущение, достаточно твердое, что мы повторяем историю конца 4-го, начала 5-го года. Я считаю, что если в мире не произойдет что-то совсем ужасного, споставимого там с Лемон Бразос, какая-то масштабная война на Ближнем Востоке или еще что-нибудь, то индекс вырастет достаточно сильно наш, он будет адекватен тем ценам на нефть, которые, может быть, даже не такие высокие, как сейчас, но за 100. Соответственно, там модель всегда можно считать достаточно вольно, но это где-то 2-3 тысячи пунктов. Ну и плюс я считаю, что отдельная история, то есть, грубо говоря, это Роснет, Сургут и Красные Фишки, то есть акции госкомпании, они покажут перформанс еще больше. А что касается вот непосредственно сейчас, то, конечно, еще отыгрывают дивидендные бумаги. Я вообще не сторонник экзотики какой-то, потому что бывают малоликвидные бумаги, там битый оффер, то есть, может быть, дивиденды получишь, но потом по нормальной цене не продашь. Все-таки ликвидность сейчас на рынке намного меньше, чем в лучшие времена. Я думаю, что дальше Сургута, Преф и МТС я бы, конечно, не шел, но вот то, что сейчас происходит на рынках, это подтверждает, скажем так, мой обычный взгляд. Все разговоры, что все плохо, что кризис, руководство некоторых уважаемых инвестбанков, которые увольняют своих сотрудников, это говорит о том, что, скажем так, непрофессионалы, это овощи. Потому что покупай, когда все продают, продавай, когда все покупают. Вот когда все плохо, когда все достаточно дохло, вот тогда и надо брать. И несмотря на то, что мы все-таки повыше стоим, ну, чем совсем недавно. Я считаю, что у нас есть, конечно, очень хороший апсайд. Ну и в пятом году тоже говорили, что там плохой Путин закошмарил эффективный ЮКОС, что не будет притока средств и так далее. Только тогда у нас была идея либерализации рынка акций «Газпрома». Конечно, сейчас нет такого мощного драйвера, если бы не в «Газпром» сделка. Вот «Роснефт» и «НК» сделка была, я думаю, что будет сделка «Роснефт» и «Сургут». Ну и борьба с коррупцией и, соответственно, повышение капитализации в госкомпаниях. Это и «Росгидра», и «Аэрофлот», и, конечно, «Трансуха», «Транснефт». Я думаю, что это вот, ну, конечно, не снятие ограничений с бумаг «Газпрома», но где-то как-то. Я понял, я понял. То есть вот это все, да, твой позитивный взгляд на вещи. Да, я считаю, что все-таки... А ты про 2-3 тысячи говорил, это ты имеешь и ММВБ, да, и РТС. Ну, они близки, но вообще я все-таки как человек, который люблю сравнивать с мировыми рынками, и человек старой закалки, когда все считалось в долларах, там, DCF и так далее, я смотрю на РТС, он пошире раз, во-вторых, он все-таки долларовый. Ну и, соответственно, как бы ориентироваться так удобнее и лучше. Я понял, хорошо. Значит, я прицеплюсь давай к твоей фразе по поводу того, что все будет так хорошо, если не будет чего-то плохого. Ну, и варианты... Ну, совсем такого, да. Да-да-да, именно так. Варианты какие? Вот это чего-то плохое. Откуда может прийти, Дима? Опять будем говорить о проблемах госдолга в США, например. Не, не будем. Не будем. Фуфил это все. Штаты, если даже им понизят рейтинг, спрос на их банды вырастет, и крах доллара никому не нужен. А еврик может сдохнуть. И Испания, там, и так далее. Плюс, понимаете, мало кто понимает, почему так Россия уперлась в Сирию. Потому что, в принципе, Сирия, а тем более уж персы, они, в общем, отморозки те еще и Ахмади, мягко сказать, не особо далеко ушел от Гитлера. Но надо понимать, что это как 1938 год. Вот сдали Гитлеру Чехословакию, да? Ну, вроде мир купили. Потом известно, чем закончилось. Если американцы легко пройдут по Сирии и по персам, то мы следующие. Лучше все-таки встречать на дальних рубежах. Неизвестно, что и как там выйдет, потому что опыт показывает, что американцы, они хорошо там подкупают, авиаудары. Но воевать они не умеют. В 2008 году их в Грузии надрали там за сколько? За 5 дней. Поэтому вероятность такого конфликта. Но понятно, что биржа будет реагировать масштабным оттоком капитала. Но опять-таки, все известно, если у вас профит по позиции. Подтягивайте вверх стопы, и все будет нормально. Ну, этот профит надо сначала получить, правильно? Надо принять верное торговое решение и найти верную точку входа при этом. То есть ты, если говорить о конфликте на Ближнем Востоке, не очень веришь в то, что он может разгореться. Он будет третий, он будет... На самом деле, да. Да, потому что мне так кажется, что потолок госдолга на самом деле сильно ограничивает господина Обаму в действиях. Ну и опять-таки, российский флот рядом с Сирией. И я ничего не хочу сказать, но по факту Владимир Владимирович Путин играет на стороне республиканцев и семьи Бушей. Так мягко, мягко... Так получилось, да? Ну, так вот мы это видим. Опять-таки, Российская Федерация имеет свой гешефт, потому что пока там идет война, нефть стоит столько, сколько она стоит. Бюджет в шоколаде, да и рынок, в общем... Неплох. Да, и рынок неплох. Я понял. Хорошо. Значит, сейчас время новостей на Финам.ФМ. Слушаем, потом продолжаем. Итак, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня мы подводим финансовые итоги недели. Говорим о том, что же интересного было с понедельника по пятницу, как минимум. В гостях сегодня Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест» и Александр Розуваев, директор аналитического департамента «Аль Пари». Напомню еще раз, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, задавайте вопросы и делитесь собственными наблюдениями. Давайте теперь вернемся к неким перспективам. Может быть, Саш, я правильно понял, что для тебя рисков государственной долги не существует. Американского государственного. Суверенного никаких. Потому что это такая байка такая, что доллар рухнет, что Америка и так далее. Они всегда могут рефинансировать. То есть это некая страшилка, обращая на которую внимание, ну, по крайней мере, сильно обращать на нее внимание не стоит. Дальше мы говорим о возможных событиях, могущих, ну, теперь уже в кавычках, эти события могли бы повлиять глобально на ситуацию на финансовых рынках. Вот из этого списка вычеркнули мы, по мнению Саши, проблему государственного долга, проблема геополитическая тоже, в принципе, да, так в скобках стоит. А вот, тем не менее, ты назвал сам же, что доллар вряд ли, я с тобой, конечно, согласен, и я думаю, тут особых возражений ни у кого не будет, вряд ли доллар, да, сможет существенно подорвать, ну, свои позиции, да, существенно подорвать в мировом смысле. А вот евро, конечно, может загнуть, тем не менее, мы видим 1,37 уже сегодня, и, в принципе, если говорить о том, что евро может загнуться, для этого, опять-таки, фундаментальные какие должны быть события? Мы имеем долговой кризис, мы не имеем ни одного европейского политика, который может адекватно на него реагировать. Я очень хорошо относился к Шрёдеру, и к Берлусконе, и к Саркази, но их нет. Я не исключаю, но это, конечно, не в моменте, но вообще, как в своё время Российская Федерация сбросила республики, и союз накрылся медным тазом, так, вполне возможно, Германия сбросит Европу. У них демократия, и если немцам скажут, что они должны платить слишком много, они, соответственно, сбросят. Потому что, на самом деле, проблема в чём Европа, не только долги. Валюта одна, страны разные, разная фискальная система. И плюс немцы работать могут, а у греков, испанцев у них там вино и домино. Ну, у них другие задачи жизненные. Поэтому, как бы, дружба за счёт немцев, ну, в общем, мягко сказать, в долгу не играет. Понятно. Но, с другой стороны, смотри, когда создавалась эта история, политическая всё-таки, наверное, прежде всего, нежели экономическая. Четвёртый Райх. Да, да, да. Инициатором-то была та же самая Германия. Четвёртый Райх. То есть, преференции-то они искали, так сказать, в этом вопросе для себя, для своей экономики. И получается, что это провальная идея. Ну, да, идея провальная, потому что немцы мерили всех по себе. И, опять-таки, всё-таки, ну, коммунальная квартира, она не очень работает. Я понимаю, почему они это хотели. Потому что, ну, мы посмотрим, если там размеры экономики, ну, что такое Германия? Ну, крепкая страна. Их ВВП там, в принципе, ну, больше, чем наш, да, но, в общем, не сильно. А с Америкой никогда не сравнится. Или с Китаем. Соответственно, давайте сделаем Объединённую Европу там. Ещё в своё время много раз это реализовывалось там. Я не знаю, там, Карл Великий и так далее. И попытаемся что-то такое создать. Учитывая, что Восточный блок рухнул. Я помню, ещё лет пять назад обсуждали даже там какую-нибудь Польшу взять или Литву. Ну, а что теперь? Теперь мы видим, что всё, идея, в общем, она мертворожденная. Я уж скорее поверю. Хотя тоже там размер экономики будет не сильно отличаться, на самом деле, от российского, но Евразийский экономический союз. Потому что всё-таки Белоруссия и Казахстан, они маленькие по размеру экономики-то. И там Украина тоже. Ну, хорошо, сейчас там российский ВВП два триллиона. Но будет союзный там два с половиной. И что? Да ничего. То есть, вот эта финансовая мощь российская, там, международные резервы и так далее. Это же на самом деле просто качалка. Да, вот российская качалка, она, в общем, хорошо работает. И за счёт нефти и газа, за счёт, опять-таки, диверсификации поставок, в том числе в Азию, мы живём неплохо. Но, в принципе, всё-таки размер экономики-то у нас достаточно маленький с точки зрения глобальных игроков. Для, скажем так, локального игрока, ну, достаточно неплохой. Хорошо, вернёмся в Европу, тем не менее. Вот один из твоих сценариев, ну, твой сценарий предложенный, да? То, что Европа может накрыться, да, именно благодаря тому, что Германия захочет освободиться от баланса. Ну, в том числе, я не исключаю, что сепаратизм, там, в Испании и в каких-то других регионах. Ну, это будет, да. То есть, всё это будет достаточно быстро разваливаться. В одну копилочку всё это. В одну копилочку. Сейчас всё же, то, что происходит сейчас, да, в Европе в частности, на долговом рынке и так далее, ну, и вот на рынке Форекс, да, то, что мы... Это всё временное, да, временное. Пока мы имеем стабилизацию финансов, при падении реальной экономики и достаточно большой безработицы. Насколько долго это может продлиться? Сложно сказать. Я думаю, что вполне может продлиться в тринадцатом году. То есть, инвесторы в нашей бумаге будут иметь возможность посидеть в них, заработать профит и вовремя свалить, потому что рынок так устроен, надо вовремя войти и потом вовремя убежать, потому что никогда не бывает ничего вечного. Это да. Это, кстати, да, такое существенное отличие, ну, или не очень существенные инвестиции от спекуляций, да. То есть, спекулянт всегда видит конечный итог, причём он может быть достаточно близко. Нет, ну, понимаете, инвестиции, на самом деле, если уж по-простому, если в мире нет супер-воин, если экономика растёт, растут прибыли компании, соответственно, вроде как акции растут. Но после Лемона мы живём в другое время, поэтому девиз любого инвестора сейчас – take money and run. Ну и всё. Понятно. Дима, давай вернёмся мы к проблеме европейского долга. Вот на твой взгляд, евро насколько сильно ещё может укрепиться? Ну, ускоренный рост евро, наверное, это есть реакция на несколько факторов, которые произошли и в январе, и на некий комплекс проблем, которые влияют на движение валют в том числе. Ну, прежде всего, конечно, мы видим, что паритет процентных ставок привлекает активы в Европу. Фактически все экономики уже крупнейшие, тех крупнейших игроков, о которых мы говорим, они предприняли действия по смягчению кредитной денежной политики плюс накачивание экономики деньгами. Это и США, и Китай, где увеличивается объём кредитования за последнее время, что позволило стабилизировать темпы роста. И Япония, которая предприняла широкомасштабную программу по конечной цели, которая – девалюация национальной валюты. Капитал реагирует на это, капитал из Азии бежит в Европу, где более сильную валюту, где процент больше. Но, с другой стороны, это имеет, естественно, обратную сторону. Это усугубляет проблемы Европы, экономические проблемы. И прежде всего, бьёт про Германию, как основному экспортеру. Мы в ближайшее время уже, скорее всего, увидим снижение доли Германии в экспорте и, соответственно, наращивание японского экспорта. Это ещё более будет давить на экономику Германии, которая уже демонстрирует сигналы замедления достаточно существенных. Мы видим существенные провалы по отдельным ключевым показателям, когда, допустим, розничные продажи, очень резкое снижение. Мы видим, что экономика реагирует очень быстро на такое ухудшение. Безусловно, с таким курсом 1,35 Европа жить не сможет и выйти из рецессии будет очень сложно. Поэтому, с моей точки зрения, очень вероятны в ближайшие, может быть, несколько месяцев меры по стимулированию экономики. Отдельные члены правительства, в том числе и в Германии, говорят уже на эту тему. В целом, я думаю, что тот факт, что в сентябре мы в Германии, будут выборы канцлера, я думаю, политические события по аналогии с выборами в США должны стимулировать какие-то меры, которые бы направили на повышение ликвидности экономики, дополнительный прибыль. Как обычно к выборам, да, как это бывает, что-то будут делать. То есть, грубо говоря, мы приходим к той теме, которая достаточно широко обсуждается, это валютные войны. Вот так или иначе, но мы сейчас наблюдаем именно этот период. И в целом, эта ситуация достаточно благоприятна для финансовых рынков, поскольку увеличение ликвидности всегда позитивно для рынков. И те активы, которые были недооценены или имеют какую-то хорошую стоимость, скажем, дивидендную доходность, как российский рынок, они могут в этом смысле быть более привлекательны, чем другие. Поэтому это позитивный фактор, но в том случае, если вот именно такой сценарий будет. Ну вот эта тема хорошая, очень я ее люблю, особенно последние несколько дней. Валютные войны, Саш. Саш, если говорить о валютных войнах, то сейчас кто кого? Ну, мне кажется, на самом деле Япония. Япония все-таки. Да. Хорошая тема, давай. То есть, она стала инициатором новой, как это, если аналогия с войной, да, новой атаки, новой атаки, нового какого-то витка этих самых валютных войн, да, учитывая вот недавние события. Ну, скажем так, все-таки у нас есть единственная валюта, мировая, считаю, доллар. Он аналог золота. В свое время золотой стандарт был. Все остальные валюты, они в общем, на самом деле, если бы единой Европой управлял там железный канцлер Бисмарк, а не какая-то там дама из ГДР, я думаю, что действительно была бы резкая девальвация евро. Ведь когда-то курс был 0,82-0,84, ничего такого в этом нет. Я думаю, что долги... Извини, пожалуйста, резкая девальвация евро в этом случае, это по приказу канцлера Железного, да? Ну, там. В принципе, да, то есть политическая воля. Часть долгов тупо списывается, долги отдают только трусы. Способы для этого есть, да. Просто воля нужна. Получается, скажем так, за счет печатного станка, что, кстати, приводит к резкому падению евро. Да, будет больно, да, будут забастовки. Забастовки жестко подавляются полиции. Все, кто не согласен, отправляются валить лес куда-нибудь там в Германию, да, в Рейнскую область. Ну, зато там через 3-4 года вводятся, там отменяются все социальные гарантии, ну и так далее. Но через 3-4 года, в общем, действительно будет экономика абсолютно нормальная. Ну, понимаете, для этого нужна политическая воля. И как там делаешь, не бойся, боишься, не делай, а сделал, не сожалеешь. Ну, таких лидеров в Европе нет. Просто нет. Очень любопытная твоя точка зрения. Сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, давайте мы продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Подводим финансовые итоги недели. Я еще раз напомню, сегодня у меня в гостях Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари и Дмитрий Бединков, начальник аналитического отдела институтной компании Русинвест. Значит, сейчас 18.31 в Москве. И давайте я также традиционно в это время отмечу, что происходит на финансовых площадках. С той точки зрения, что американцы, да, открываются биржи в Америке, они присоединились к общей динамике. И опана, да, с небольшим гэпчиком открываются и тот, и другой. Dow Jones 2,5 на открытии и S&P 500 4,4, извините, что-то я заговариваю. 4,4% на открытии. То есть с небольшим гэпом вверх, я так понимаю, общий вот этот вот поток оптимизма сейчас будет сопровождать и динамику американских индексов. Ну, ладно, мы к ним потом вернемся, естественно, и поговорим о том, чего же ждать дальше. Саш, вот твой такой достаточно неожиданный сценарий развития Савы. К сожалению или к счастью, он не реализуется. Какой же? Ну, вот с точки зрения канцлера, железного канцлера, в Европе, я имею в виду. Ну, к сожалению, для кого? Не знаю. Для европейцев, я думаю, что в итоге жалко. Жалко все-таки, да? Они, в общем, умрут поодиночке. Вообще, долговой кризис это очень серьезное дело. И нельзя, чтобы, скажем так, были растопыренные пальцы, а не кулак. И чтобы решить эту проблему... А в Европе сейчас растопыренные пальцы. Ну, конечно. Они между собой договориться не могут. Они не могут принимать решения и так далее. Они вводят во Францию ужасные налоги, что там скоро, может быть, господин Саркази попросит Путина о гражданстве. И здесь они у нас все будут жить. Не, ну, у них тут, да, уже, в принципе. Поэтому, опять-таки, американцы, они построили мир под себя. И они доллары свои продают. И, видимо, еще будут долго продавать, как мы, нефть, корейцы, электронику. Ну, а Европа должна как-то сама решать свои проблемы. И решить долговой кризис это не завалить Каддафи просто потому, что дешевле завалить, чем отдать долг. Там все намного сложнее. Я понял. Хорошо. Давайте тогда вернемся мы к отечественному рынку. Есть вопросы. Ну, и прежде чем мы на них начнем отвечать, мне очень интересует ваше мнение о последующих обстоятельствах. Дима, смотри. Значит, ну, понятно, что индексы сегодня немного прибавляют. Немного все же прибавляют. А фишки и вообще разнонаправленно движутся. И, тем не менее, рубль сегодня делает попытку все-таки пробить 30 сверху вниз. Вот сейчас в моменте 29.93, а было еще ниже. Посмотрим, конечно, как он закроется. Тенденция укрепления рубля продолжится в ближайшее время. И что главное является драйвером для этого? Нефть растущая. Как ты думаешь? Ну, несколько факторов действуют в сторону укрепления рубля. Это и нефть, и растущая, и достаточно стабильный уровень. Кроме того, мы видим паритет процентных ставок в общем-то Центробанк России. Последнего действия было повышение процентной ставки, в то время как все остальные крупные страны, о которых мы говорили, снижали. То есть создается расширение спреда для эффекта кэрри-трей, так называемого, где капитал с низкими процентными ставками. Получается, что Центральный банк Российской Федерации сознательно это делает? Он говорит, спекулянты, приходите, у нас, вот смотрите, дифференциал какой. Вам будет выгодно это делать, Саша. Я так скажу, что, конечно, у нас не просто выгодно. У нас корпоративных бандов некоторая доходность с учетом реальных рисков очень низкая. Но все, что мой коллега сказал, это, конечно, все правильно. Но я считаю, что у нас валютный курс – это вопрос политический. И, в принципе, возможности монетарных властей, то есть ЦБ плюс Минфин, ну, в рамках разумного, конечно, не могут сделать любой курс. И вот то, что сейчас происходит, мне кажется, у нас, ну, примерно год назад, да, чуть меньше, вернулся старый новый президент. И в своей политике Путин, по факту, всегда следовал мнению господина Кудрина. На валютный курс всегда было две точки зрения. Была точка зрения, условно говоря, Глазьева, что нам нужен слабый рубль. Это поддержка экспорта, это поддержка внутреннего производителя. Ну, а россияне на 100 долларов в месяц тоже могут жить. И была точка зрения Кудрина, что особенно в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, нам нужен сильный рубль. В принципе, сильный рубль мы имели уже более 10 лет. И дай бог он будет. Логика простая, что сильный рубль – это импорт технологии. Мы все-таки не самые… Отсталые. Ну, продвинутые, наоборот, страна. Особенно, что в 90-е годы много было разрушено. Это качество жизни, это доступ россиян к поездкам за рубеж, к импортным товарам. Сильный рубль – это снижение инфляции и, как следствие, кстати, все-таки процентных ставок, там, ипотека и так далее. Плюс это официальная инфляция 7-8%. Инфляция – это налог на бедных. Для бедных это 20-25%. И с материальной инфляцией, да? Для бедных. Да, да. Поэтому тут, как бы, достаточно сложно все это. Есть и социальный момент. Ну, и опять-таки, в общем, сильный рубль – это основа для валюты единого евразийского пространства. Если верить тому, что говорил господин Медведев, говорил он явно не просто так летом, то с 1 января 2015 года, видимо, будет евразийский алтын, Белоруссия, Казахстан, возможно, Украина. В Белоруссии, сам был вот месяц назад, там параллельно ходят две валюты. То есть можно в такси расплачиваться российскими рублями. Или там даже в ночном клубе. Поэтому, в общем, как бы, если бы у нас не твердая валюта была, а туалетная бумага, но, в общем, она никому не нужна. Ну, понятно. То есть опять я, так сказать… Политика. Режимир. Политика, да. На первом месте политика, я понял. Дима, вернемся к разговору о рубле. Вот, все-таки, с точки зрения экономики, да, что ждать в ближайшее время? Может быть, опять надо вспомнить о долговом рынке Российской Федерации, о популярности ОФЗ, или, может быть, они уже менее популярны сейчас, учитывая текущие доходы. Ну, учитывая, да, рост последних месяцев на теме Евроклир и возможности прямую участвовать иностранным инвесторам, мы увидели сужение спредов по рублевым госбумагам. Поэтому основной, наверное, наиболее интересной, может быть, потенциальной темой – это корпоративные облигации, надеюсь, с высокой надежностью, где еще нужно найти хорошие спреды. Но, в целом, я соглашусь с мнением о том, что сильный рубль, в общем-то, как отражение основной идеи сокращения инфляции. Это, как бы, основная задача, которую ставил Центробанк. И, в целом, вот, действия, изменение процентной ставки, они были именно направлены на достижение этих целей, сдерживание инфляции. — Ладно, но нет здесь парадокса все-таки. Укрепляющийся рубль, да, это, ну, если не удар, то все-таки некое осложнение жизни экспортеров наших. — Да, и, в принципе, статистика последних месяцев свидетельствует о том, что темпы роста российской экономики снижаются. И, прежде всего, по тем элементам, которые завязаны именно на внутренний спрос. То есть, внутренний производитель стал проигрывать импорту. Резко растет импорт. — Я не очень согласен. Я считаю, что наш экспорт зависит, ну, грубо, от объемов добычи и от объемов прокачки. Укрепление рубля, Роснефть и Сургут переживут как-нибудь. Лучше налоговые льготы им дать. Поэтому у нас все-таки сырье — это наша основа. Я, кстати, считаю, что в этом нет ничего плохого. Что касается конкурентов импорта, вы знаете, я считаю так, лучше наши граждане купят хорошую технику импортную или товары хорошие, вино будут пить испанское, итальянское, а не молдавское. И если из-за этого загнется коровник где-нибудь, ну, туда ему и дорога. То есть работайте лучше и конкурируйте, повышая производительность труда, а не просите власть сделать вам искусственные конкурентные преимущества. — Преференции некие, да, искусственные? — Ну, я это много раз озвучивал, мне даже один раз сказали, это либеральный фашизм, нет, это невидимая рука рынка. Поэтому работайте лучше. — Дима, давай вернемся, ну, вот мнение Александра, и тем не менее, все-таки есть проблема укрепляющаяся рубль и, соответственно, экспортеры наши, да, наши производители-экспортеры? — Нет, просто производители, не экспортеры. — Хорошо. — То есть именно отрасли, завязанные на внутренний спрос, производители, сельскохозпроизводители, они испытывают наибольшее давление не только вот в связи с валютными укреплениями рубля, но и ВТО, — ВТО, который уже начал влиять на снижение темпов роста в отдельных отраслях. — Поэтому, собственно, та дискуссия, которая была по поводу целесообразности дальнейших мер по, скажем так, по поддержанию достаточно высоких сравнительно процентных ставок, она, в общем-то, была на эту тему и показала, что последующая динамика экономического развития показателей в России показывает, что, в общем, этот вопрос, здесь нужно как бы соблюдать некий баланс интересов и, скажем так, баланс достижений цели, поскольку чрезмерное стремление к достижению одних целей влечет, как бы, последствия в других. — Ну, это логично. И, тем не менее, все-таки, Центральный банк некоторое время назад сказал, что для меня теперь приоритетом является инфляция. И вот он начинает повышать процентные ставки, естественно, решая эту задачу. Ну, и автоматически там что-то не получается в другом где-то месте, но он на это закрывает глаза. — Жизнь искусства возможного, плюс по нашему законодательству ЦБ как раз и отвечает там за стабильность национальной валюты, инфляции и так далее. — Он, в общем, это и делает. Поэтому я думаю, что Центральный банк Российской Федерации работает, если не на пятерку, то на четверку с плюсом. — Угу. Продолжающееся укрепление рубля, тем не менее, да? Мы говорили о том, что России нужен, ну, сильный, не сильный, стабильный рубль, наверное, это будет. — Ну, все-таки сильный, потому что с учетом инфляции все-таки он укрепляется. Сравните, я не знаю, даже просто зарплаты и цены там сейчас и 10 лет назад. В долларах. Ну вот. — И что будет? — Ну, там более чем рост. То есть, условно говоря, за нулевые, грубо, у нас ВВП вырос в реальном выражении, ну, то есть с учетом инфляции, размера экономики, в два раза. — Угу. А долларовый ВВП вырос в 10 раз. Вот вам разница. — Ясно. Хорошо. Тогда давайте немножко есть у нас времени сейчас и уже останется, к сожалению, не так много на потом, на после новостей отвечать на вопросы. — Первый из них такой. Вопрос по ГМК. Куда можем пойти? Цель спекулятивная. — По рынку я смотрю вверх. Я считаю, что вот берем индекс, есть вес в индексе, да, то есть капитализация взвешенная по фрифлоуту, по факту. Вот, соответственно, такой должен быть вес. С моей точки зрения. — Я понял. Про ГМК что-то прокомментируешь, Дима? — Ну, есть позитивные факторы, скажем так, факторы риска, да, которые сдерживают рост котировок. Ну, конечно, позитивные — это объявленная дивидендная политика, которая, в общем-то, всех очень порадовала и позволила акциям восстановиться на уровнях до падения в третьем квартале. Плюс, как бы, последние движения на товарных рынках также позитивные. Мы видим, что никель хорошо растет, в общем-то, по-моему, 5% за эту неделю. Один из лучших результатов по металлам. Вышел, пробил психологические уровни на 18-200. И, в целом, в случае сохранения, скажем, ситуации, трудностей в Австралии, стабильного спроса в строительном секторе. Хорошо, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира — сухой остаток на Финам.ФМ. В гостях сегодня, напомню, Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела национальной компании «Русинвест» и Александр Розуваев, директор аналитического департамента «Аль-Пари». Продолжим мы наш эфир ответами на вопросы. Вопросов много, но уж извините, если не на все мы сумеем ответить. Дима, во-первых, да, я тебя перебил, извини, пожалуйста, ГМК, закончи свою мысль. Да, ну, дивиденды и улучшение конъюнктуры цены на металлы — это позитивные факторы поддержки для акций компании. Кроме того, в целом, если посмотреть на петологический сектор, то здесь может быть такой эффект низкой базы. Отрасль, сектор упал выше, чем все остальные. Поэтому, в принципе, отскок в случае позитивного движения может быть выше. Поэтому, в целом, думаю, что ГМК будет лучше рынка. Но при этом нужно учитывать, что факторы дивидендов очень важны. И, в целом, если какие-то ожидания инвесторов могут быть разочарованы в силу каких-то не очень, скажем, хороших результатов, да, или ожидания дивидендов будут не до конца удовлетворены, то здесь мы можем наблюдать и определенную коррекцию. Я понял. Я понял. Я понял. Значит, давайте отвлечемся от вопросов. Есть у нас звонок и причем интрига. Звонит Юрий и что-то там возразить хочет. Саша, я боюсь, что тебе. Юра, Юра, добрый вечер. Вы в эфире, говорите. Да, да, я слышу, я вас слышу, прекрасно слышу, да, еще услышал, но не подключился с самого начала, к сожалению, да, наверное, но слышал, кто-то из ваших собеседников сказал, что в Минске отлично российский рубль ходит. Так, 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 так. У вас будет заблуждение, да, потому что вы на любой рынок в Минске зайдите, предложите рассчитаться российскими рублями, до вас посмотрят с недоумением. А вы сами из Минска звоните нам? Да, да, конечно, конечно, я по интернету вас послушаю, да, поэтому, скорее всего, у вашего собеседника, у таксиста не было чем рассчитаться. Ну, понятно, ну, понятно. Поэтому, наверное, российским рублями рассчитался. А как вы знаете, нет-нет, ничего подобного. Юр, ну, а давайте так тогда, если позволите, задан вопрос следующий. А вы сами как смотрите на возможность введения единого валюты или, как минимум, хождение российского рубля и в Беларуси в том числе? Да, нормально, я смотрю, точно так же, как нахождение доллара, нахождение евро. Спокойно, я смотрю на это. Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, да ладно, собственно, видимо, мы говорим, может быть, о разных такси, о разных вещах, не суть важных, я думаю. Так, вернемся к ответу на вопросы, Саша, значит, по поводу Роснефт. Я хочу сказать, да, как бы, про Белоруссию, хотя я не слышал, что он говорил, да, но я так понял. Значит, для господина Лукашенко просто свой миссионный центр – это возможность решать любые проблемы, да. У нас, кстати, очень сильный филиал в Минске, можем почитать их аналитику, она очень хорошая. В принципе, еще с господином Касьяновым договаривались там в середине нулевых, ну, тогда просто переход на российский рубль. Бываю я там достаточно часто, все вижу, и, соответственно, как бы, ну, в принципе, я, кстати, помню 90-е годы, да, когда у нас долларами часто расплачивались, особенно там вот в каких-то злачных местах и так далее, коммерсанты между собой. Ну, соответственно, мы имеем то же самое там и в такси, и на заправках. Опять-таки, ну, скажем так, все-таки это бывшее советское пространство, и я думаю, что, несмотря на то, что экономика там Казахстана или России сильно отличается от белорусской, они все-таки очень маленькие, я имею в виду, и белорусская, и казахстанская экономика. И, соответственно, на основе российского рубля сделать алтын будет не так сложно. Я понял, я понял. Следующий вопрос был. Следующий вопрос касаемо рынка, вот по Роснефти комментарий твой нужен. Ну что, я считаю, что Роснефть это в долгую самый лучший актив России. Я считаю, что в результате поглощения танкистов там добыча возрастает, ну, почти в два раза. То есть, грубо говоря, сейчас 120 миллионов тонн вместе с ТНК за 200. Что людей, ну, немножко напрягает, это долги. Я считаю, что Сургут следующий. Кэш Сургута во многом пойдет на погашение в итоге долгов. Хотя, как вот они сейчас решают долговую проблему, это, конечно, высший финансовый пилотаж. Я считаю, что господин Сечин хотел построить нефтяной Газпром изначально. Он его построит. Просто у нас был другой президент, который, в общем, любил инновации и модернизацию. Опять-таки, я думаю, что если за прошлый год, ну, в смысле, за одиннадцатый, Роснефть заплатил 25% от консолидированной прибыли, в итоге она будет платить 40-60, как платят мировые гранды. В этом заинтересованы как BP, в этом заинтересованы люди в российском правительстве, бюджет, ну, естественно, миноритарии. Поэтому я считаю, что Роснефть... Да, Газпром дешевле по мультипликаторам и так далее. Но Роснефть, мне понятно, что касается Газпрома, все-таки плохой пиар. Более того, я считаю, что в итоге Газпром откажется от той формулы цены, которая есть. То есть от привязки к корзине нефти, нефтепродукты, и будет какая-то другая система ценообразования. Что касается фундаментальной, да, то есть ожидания долгосрочные у тебя понятны. А вот если смотреть на текущие котировки, и сегодня опять Роснефть снижается, 262 рубля. Ну, понимаете, как сказать-то, вот краткосрочная игра, это путешествие таракана вокруг стакана. Понятно, что в эпоху долгового кризиса фундаменталка работает не всегда, но опять-таки, несмотря на то, что, возможно, это два раза, да, снаряд не падает в одну воронку, в прошлом году выстрелило. Вот я думаю, что в этом году тоже. Конечно, кто-то просто скажет, там, завершение сделки с ТНК и так далее. Но я считаю, что Сургут, Сургут на подходе, и схем нарисуют много, но самое простое, это купить 5% плюс одна акция Сурика, ну, обычная, с рынка, погасить тражеря, и получить там, грубо за 2 миллиарда долларов 60 миллионов тонн добычи и 30 миллиардов налички. Ловкость рук и никакого мошенничества. Ну, мошенничества, да, мы о мошенничестве не говорим, но ловкость вдруг очевидная. Конечно, в этом и есть работа инвестбанкиров. Совершенно верно, я согласен. Еще один вопрос, ну, их три, на самом деле, я их объединил в один, собственно, перспективы золота, как, не знаю, инвестиционного инструмента, либо какого-то другого, ну, и, в частности, мы, если на текущую ситуацию посмотрим, вот, в моменте, сегодня опять отскок мы наблюдаем, 1676 сейчас стоит унция этого металла, ну, а долгосрочно и среднесрочно, да, чего от него ждать, хотелось бы узнать. Давай, идем. По металлам, ну, в целом, думаю, что рынок будет подрастать на тех факторах, которые мы обсуждали вот в первой части передачи, а именно ликвидности, условно-валютных войнах, которые, ну, в той или иной степени активности могут развиваться. И, в целом, это будет поддерживать спрос на хеджевые инструменты, в том числе и на металлы. Драгоценные, мы имеем в виду, да? Ну, здесь, возможно, некоторый франгментарный спрос, то есть, одни металлы будут расти более сильно, другие, может быть, будут корректироваться, но, в целом, общий индекс будет подрастать. Что касается золота, то оно наибольшей степени реагирует на динамику риска и аппетиты к риску инвесторов. Поэтому здесь, я думаю, что в целом, в ближайшие месяцы, когда аппетит к риску, как мы уже говорили, что первый квартал достаточно благоприятный с точки зрения тех инвесторов, которые любят риск. Поэтому, думаю, что здесь мы увидим какую-то положительную динамику и рост продолжится. Но на среднесрочное, я думаю, что возможны и коррекционные движения. В целом, если говорить, то ситуация на глобальных рынках, на российском фондах, в рынке характеризуется наличием разнонаправленных факторов. И поэтому какого-то одного доминирующего тренда, я думаю, что мы вряд ли увидим по наибольшему количеству каких-то финансовых инструментов, которые торгуются. Поэтому, я думаю, что... То есть, грубо говоря, все не пойдут в одну сторону, да? Да. Все в одну сторону не пойдут. Я думаю, что периоды... Они могут пойти в одну сторону, но недолго. То есть, доминирующего тренда какого-то одного мы, я думаю, что не увидим. Кстати, вот очень интересный вопрос. Это уже от меня, если позволите. Расскажите мне, пожалуйста, а что сейчас есть золото? Когда-то давно мы говорили о том, что это некий инструмент бегства от риска, да? А потом мне говорили, что сейчас золото – это тот же рисковый актив, никакой... Игрушка для спекулянтов. Игрушка для спекулянтов, да. Я считаю, что есть в современном мире только один реальный эквивалент стоимости – это доллар США. Потому что за ним стоит огромный товарооборот, прежде всего по коммодитис. И неважно, какие у тебя доходы, важно, как ты можешь финансироваться, да? Доверие к казначейству. Будет другой мир, не будет доверия. Тогда поговорим. А когда оно может пропасть, доверие? Вот может, если, допустим, гипотетически, Саш, да, отменяют... Американцы отменяют патолог госдолгов. Ну, что мудрить-то, господи, все равно же. Попадет доверие в этом? Я, в отличие от популярных, известных астрологов, не вижу никаких причин для того, чтобы доллар США в обозримом будущем поменял как-то свой статус, и конкурента ему не вижу. Нравится, не нравится – это реальность. Я понял. Хорошо. Ну, и давайте последний вопрос, хотя времени уже так немного у нас с вами осталось. Последний вопрос касаемый «Газпрома». Ну, никуда без этого не деться. Это наше все, Дим. Что ты ему о нем скажешь? Сколько он, бедолага, еще будет валиться-то? Ну, Александр уже сказал, затронул вопрос «Газпрома». В целом, действительно, есть и определенные проблемы, связанные с добычей, стагнацией добычи. Но есть и поддерживающие факторы – это рост дивидендной доходности. В целом, можно ожидать, что по году мы ожидаем, что размер дивидендов будет не ниже, чем в 2011 году. И в целом, это должно стать поддерживающим фактором. Ну, думаю, что в целом, конечно, то, что мы видели, бумага была существенно хуже рынка. В общем-то, многие бумаги отскочили и хуже даже отраслевого индекса. Я прошу прощения, к сожалению, я не подготовился, поэтому просто спасибо вам за участие, спасибо за внимание, всего хорошего. Увидимся в понедельник.